В данном видео я расскажу вам про Зескера, который был показан в мультсериале «Бен Тен». У нас с тобой старые счеты, Бен Теннисон. Хотите больше монстрятина из этой вселенной? Ставьте палец вверх. Я голоден, мне нужна пища. Друзья, мир полон тайн и загадок, и мне нравится находить для вас новые темы для обсуждения. На это уходит много времени и сил. И чтобы немного отдохнуть, я с удовольствием залипаю в одну игру, с которой можно отлично скоротать вечер. Хроники Хаоса – это бесплатная онлайн-экшн-рпг игра, в которой помимо меня более 100 миллионов игроков по всему миру. Здесь есть 50 по-настоящему уникальных героев, каждый со своими крутыми способностями. Тебе лишь остается собрать из них правильную команду, чтобы победить даже самых опасных боссов. Особенно мне нравится увлекательная сюжетная кампания, состоящая из 130 миссий. А также режим бесконечной башни, в которой можно получить буст для моих героев. Игра славится своим дружным комьюнити в соцсетях, состоящим из 4 миллионов игроков, которые всегда могут подсказать стратегию для прохождения. Ты можешь создать свою гильдию с друзьями и сражаться со страшными боссами за славу и ценные награды. И зарабатывать рейтинг, чтобы подняться в самый топ. Начни играть прямо сейчас и получи 5 топовых героев. Какой пятый? Узнаешь в игре. А еще 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Хроники Хаоса есть на мобильных устройствах. А также у игры существует веб-версия. Сканируй этот QR-код или качай игру по ссылке под видео. И увидимся в Хрониках Хаоса. Итак, Зескер или Зескер. Мультсериал страдает небольшой биполяркой. И даже в двух идущих друг за другом сериях ударение в имени злодея может быть разное. Зескер? Зескер? Зескер это Эктонурит. Сами Эктонуриты это раса призракоподобных существ, обитающих на планете Анур Фаэтос, входящих в систему Анур. В ней также находится и Анур Трансил, населенная классическими монстрами компании Universal с добавлением щепотки стимпанка. Пока. Зескер является верховным эктовластелином, и Анур Трансила, и Анур Фаэтоса. Ну а как же так получилось, что такое могущественное существо застряло в омнитриксе Бена Теннисона? Сейчас я вам об этом расскажу, а потом поговорим про способности Зескера, его характер и прочие штуки-дрюки. Разве ты не понял, что меня ничто в этом мире не остановит? Прошлое Зескера, к сожалению, подается зрителю в довольно примитивной форме. В расширенной версии 12 серии третьего сезона классического Бентена есть небольшой набор скриншотов, расширяющих лор вселенной. Так вот, Зескер правил Анур Фаэтосом, и все вроде было хорошо, но однажды он узнал про омнитрикс, удивительное устройство в форме часов, содержащее библиотеку с генетическими данными разных межгалактических существ, и позволяющее своему владельцу изменять свою ДНК для превращения в указанных созданий. На Анур Фаэтос упал один из дронов Вилгокса с информацией об устройстве, и заинтересованный Зескер покинул свой мир в надежде заполучить ценный артефакт. Путешествуя, он попал на планету Флорс Верденс, где встретил Майкс. Эта вилгоксианка была ассистентом профессора Азимуса, вместе с которым она создала изначальный омнитрикс. А на Флорс Верденс она была направлена для сбора ДНК разных инопланетных рас, для пополнения библиотеки устройства. Зескер вселился в обитателя Флорс Верденс, и в таком виде он был отсканирован. В итоге в библиотеку омнитрикса была добавлена ДНК не только Флорауны, обитателя Флорс Верденс, но и ДНК Эктонурита. И вот тут-то и произошел фокус. Сознания Эктонуритов могут содержаться даже в единичной макромолекуле ДНК, а потому Зескер копировал себя в омнитрикс. При этом его сущность долгое время пребывала в устройстве в неактивном состоянии. Спустя какое-то время после того, как изначальный Зескер был по тем или иным причинам уничтожен, его сознание перенеслось в копию в омнитриксе, и стало планировать свое освобождение. После этого начались события, описанные в классическом мультсериале Бен Тен. Хочешь помочь? Так выпусти меня! Ну а что там у нас по характеру злодея? Зескер – мразь. Самая настоящая мерзкая мразота. У него нет ни одного положительного качества. Он злобный, извращенный психопат с садистскими наклонностями. Бьющая через краево сокомерия часто не позволяет ему здравооценивать своих противников, которые всех до единого он считает слабыми и никчемными. Единственная цель в его жизни, как и у одного морщинистого деда – это абсолютная власть. Ему неважно, сколько союзников для этого придется принести в жертву, или уничтожить планет с их обитателями. Зескер – очень хитрый и умный злодей. Чаще всего. Он может плести замысловатые интриги и составлять сложные схемы для достижения своих целей. При этом его противники до последнего не будут знать, что в деле замешан именно он. Однажды этот скользкий Эктонурид планировал стрельнуть по нашей планете кородиевым лучом, превратив всех людей в мутантов. А после того, как Земля погрузилась бы во тьму, он обрел бы невероятную мощь. План, к слову, почти сработал. Хорошим примером с наплевательским отношением к союзникам выступает случай на планете Аннур Трансил. Зескер использовал его население в качестве послушных помощников. Но при этом, когда ему вдруг приспичило, он решил воскресить Трансил Владатов, изначальных вампироподобных обитателей планеты Аннур Владиас, которые давно вымерли. И их такой крошечной, милипусечной особенностью была особая диета. Она состояла из обитателей соседней планеты Аннур Трансил. И только один вид Владатов уже приводил бедных франкиноидов в ужас. Не ешь меня! Зескер обещал своим слугам-трансилянцам, что их не тронут. Но после завершения процесса восстановления Владатов в своей лаборатории, мерзкий Эктонурит планировал сразу же скормить им всех своих уже бесполезных слуг. Поучительный случай со всемогущим Вилгоксом, который освободил Зескера из заточения, надеясь его помощью уничтожить Бена Теннисона. Призрачный союзник не просто обманул Вилгокса, но и поработил его планету, превратив его обитателей в своих Эктонуритовых рабов. Тут мы как раз можем наблюдать гений Зескера во всей красе. Он вынудил поверженного Вилгокса самого отправиться за Беном и попросить у него помощи, чтобы заставить сразу двух своих врагов самих прийти к нему, где он бы смог их уничтожить. Ну а что у нас по способностям? Ну тут все дорого-богато. Зескер может в любой момент стать невидимым и неосезаемым. При этом прохождение сквозь электронные приборы приведет к их временному сбою. Может он и контролировать плотность своего тела, делая его более легким или тяжелым. Помимо этого прикосновениям, этот Эктонурит способен сделать неосезаемыми и других существ. Злодей может спокойно передвигаться по воздуху или в космосе. А еще он не дышит. И поэтому может находиться в космической пустоте без какого-либо вреда для себя любимого. Плюс темнота космического пространства усиливает его способности во много раз. Как и все Эктонуриты, Зескер может создавать вторую кожу, которая защищает его от солнечного света. Правда, работать она будет лишь в том случае, если ею будет покрыт весь злодей. Небольшой оголенный участок и пиши пропало. Чаще всего вторая кожа напоминает плащ с капюшоном. Не знаю, можно ли отнести это к способностям, но Зескер может спокойно вращать свою голову на 360 градусов без вреда для здоровья. А еще он крайне прочный и сильный физический монстр, что позволяет ему вступать в ближний бой даже с самыми мощными созданиями в галактике. Плюс из него нельзя поглотить жизненную силу из-за особенностей его Эктонуритовой природы. Зескер может видоизменять свое тело, превращая его в некое подобие жидкости или дыма, или же отращивая дополнительные конечности. Важной особенностью злодея является возможность вселения в любых живых существ, чем он и пользовался много раз. Проникая внутрь жертвы, Зескер берет ее под свой полный контроль, что удобно еще и потому, что если взятое существо имеет какие-то уникальные способности, то наш Эктонурит получает возможностями свободно пользоваться. При желании он может поглотить силы противников, которого он вселился, чтобы использовать их позднее. Помимо этого, по желанию Зескера, после вселения жертва может превратиться в безвольного Эктонуритового раба, который будет полностью подчиняться воле своего повелителя. Победа над Зескером и его изгнание вернут превращенному существу его привычный облик. Из своей груди или рук Зескер может выстреливать мощным разрушительным энерголучом. Правда, на полную такое оружие он может применять, лишь накопив достаточно сил. Не брезгует наш злодей телекинезом и разными другими психокинетическими способностями. Хватает у Зескера и слабостей. Он очень уязвим к яркому свету, а солнечный свет и вовсе сжигает его за считанные секунды. При этом он может восстановиться, если где-то останется даже крошечная его частичка. Если же злодей вселился в существо, которому солнечный свет вреда не причиняет, то такая слабость перестает быть проблемой. Способность вселения в существо также работает не всегда. Например, владелец Омнитрикса после превращения в инопланетную форму получает иммунитет к захвату тела Зескером. Самая же главная слабость обсуждаемого Экто-Нурита – это его заносчивость. Зескер просто не приемлет того факта, что кто-то может быть сильнее, чем он. Из-за этого даже в выигрышной ситуации он часто допускает глупые ошибки и проигрывает. Также он с удовольствием рассказывает вроде как побежденным врагам свои планы, упиваясь их беспомощностью и в итоге получая люлей. Если Зескер ненавидит своего противника, то в битве с ним он становится безрассудным, что опять-таки приводит к его проигрышу. Так как он даже к своим союзникам относится как к пустому месту и часто их унижает, то в решающий момент они могут легко от него отвернуться или ударить в спину. Если бы Зескер был более рассудительным и здравомыслящим, то он бы давно уже победил Бена Теннисона и его друзей. О, дорогой призрак, не выбрасывай нас в космос! Отличная идея! Это все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok